Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Торговые сети Кировской области проверят после массового отравления сидром. Об этом сообщил министр промышленности, предпринимательства и торговли Дмитрий Глушков в своем телеграм-канале. Провести проверки на наличие суррогатного алкоголя поручил губернатор Александр Соколов, отметил Глушков и заверил, что по имеющейся информации официально в Кировскую область такой сидр не поставлялся. От напитка «Мистер Сидр» по последним данным в России скончались 20 человек. Еще часть отравившихся находится в больницах. Больше всего пострадавших в Ульяновской области. Есть также в Самарской области и в Республике Удмуртия. Экономика. В Кировской области ищут возможности для утилизации старых шин. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсетях исполняющий обязанности министра охраны окружающей среды Тимур Абашев. Он отмечает, что в регионе есть современный завод по переработке резины. Мощность предприятия 20 тысяч тонн в год. При этом сейчас предприятие загружено только на 30 процентов. Цитирую. «Прорабатываем, как направить поток старых покрышек на переработку. Так мы сможем помочь предприятию и в системе решить вопрос с нелегальными свалками шин», – сказал Абашев. Российский экологический оператор, по его словам, готов оказать поддержку регионам в развитии системы переработки таких отходов. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. ФП в Кировской области открывают в пять раз чаще, чем ООО. Таковы данные ФНС начала 2023 года. Предприниматели делают выбор в пользу простоты регистрации, документа оборота, учета, вывода денег и других параметров. Но есть три случая, когда для бизнеса потребуется ООО, говорит руководитель компании «Бухгалтеры». Я, Татьяна Максимчук. Первое – это когда требуется лицензия на ведение определенной деятельности. Дальше, если у вас бизнес с кем-то, так вы будете юридически защищены условиями устава в том числе, если вдруг вы захотите с партнером разойтись, либо по принятию каких-то управленческих решений. Третье – это когда, например, ваш покупатель или поставщик говорит, что я буду работать только с ООО. Какую бы организационно-правовую форму вы не выбрали, за всеми необходимыми бухгалтерскими услугами, а также за оценкой рисков, советами по оптимизации расходов, вы можете обратиться к опытным профессионалам компании «Бухгалтер и я». Запись на консультацию 213-112. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Программа «Экономика». Программа «Экономика». Программа «Экономика». Программа «Экономика». Программа «Экономика». Продолжение следует...